здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео я дам отзыв и расскажу о своих впечатлениях о книге катерины ленгольд просто космос когда я начинал только читать книгу в начале книги автор рассказывает о своем прошлом о своем детстве о том как она перескакивала из класса в класс она пошла из третьего класса сразу в шестой потом еще раз перескочила через какие-то года она не уточняет какие и в 15 лет она уже стала студенткой вуза в 19 лет она его закончила и тут же уехала в америку собрала чемоданы и уехала покорять америку когда я читаю про таких людей у меня сразу возникает вопрос кто это финансирует откуда у 19-летней девочки деньги на то чтобы уехать в америку кто ее родители кто ее дядя тетя кто ей кто ей ему дает это финансирование теперь я пройдусь уже по конкретно по главам книги не по всем а те которые которые у меня возникли наибольшее количество вопросов а также я одну главу я отдельно похвалю потому что десять восемь семь десять лет назад я сам очень сильно увлекался этой темой значит первая критика это джайл джайл который стал скажем так своего рода палочкой-выручалочкой наверное войти отрасли которого которые хотят этот джайл внедрить где только можно и нельзя а потому что у него есть как свои достоинства так и недостатки а вот в этой книге в просто космос автор описывает как джайл применить в своей собственной жизни как разделите на спринты это так называемые короткие отрезки когда мы что-то делаем и короткие отрезки для отдыха и допустим принятия пищи что не понравилось значит предлагается делить время на отрезки по двадцать пять минут скорее всего я догадываюсь откуда все пошло это именно это время это была техника помидоров я положу в описание ссылку на эту технику где-то на каком-то сайте найду положу на эту ссылку посмотрите эти помидоры то есть на на чем основана техника помидора она на том за сколько минут мы можем съесть один помидор ну обычно скажем так вот этот автор не помню как его зовут техники помидоров говорит что один помидор мы тратим если размере наживать и вдумчиво его есть то 25 минут однако 25 минут плохое деление на на спринты мама мама мало рассказал еще так прежде чем критиковать значит как 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 предлагается разделить день где делится на четыре части в каждой из этих четырех частей предусматривается время на отдых и сейчас я вам покажу как автор предлагает разделить день на на части и 25 минут 25 которые вот первое значит план идеальной недели то что она предлагает но здесь часа часовая разбивка далее вот четыре блока по каждый день блок личное развитие рабочий приоритеты рутинные задачи и блок на отношения вот таким образом это выглядит и этих и каждый этот блок составляет четыре часа и получается что в этом в каждую из этих в каждый из этих блок включается время не только на работу но и на отдых например на прием пищи на расслабление и так далее и каждый из этих блоков делится на 25 минут 25 минут работы 5 минут отдыха 25 минут работы и 5 минут отдыха и так далее это повторяется внутри блока однако в чем здесь недостаток где-то в середине 60-х годов начале 70-х годов когда началось бурное развитие промышленности и когда нужно было каким-то образом понять как работает человек и в сша и в советском союзе проводились специальные замеры рабочего времени и было выяснено что когда человек только начинает работать у него есть так называемый период вырабатывания вырабатывание это когда человек полностью погружается в работу он переключается он допустим пришел на работу и он включается в рабочий ритм и и вот момент если человек отвлечь то все остальное время дня проходит намного менее эффективно если человеку дать полностью в работаться в начале дня то есть дать ему вот это время то человек становится более эффективным у него меньше времени уходят на различные разговоры перекуры болтовню и так далее и результаты более высокие ну так вот вот этот период вырабатывания опять же по разным исследованиям составляет от 45 минут до часа и вот после того как 45 минут или час прошел можно сделать первый перерыв небольшой и потом еще на такой на такое же время на 45 минут на 50 минут еще следующий блок работы а данный автор предлагает 25 минут и потом отдыхать я склонен доверять исследованиям которые были проведены в прошлом веке дальше я хочу тут я то есть я сделал мне первая часть была критическая теперь я хочу обратить внимание на очень полезную главу которая когда нам нам две полезной головы которые касаются сна режима сна и отдыха и режима питания вот здесь автор приводит очень полезную таблицу которая о которой я знал еще наверное 10 лет назад потому что у меня было какое-то соприкосновение с методом доктора броменталя по похудению и автор книги говорит о чем о том что очень важно соблюдать баланс между быстрыми и медленными углеводами и приводит таблицу в которой указывает не только продукты и сколько углеводов находится в этом продукте но и их гликемический индекс гликемический индекс это так называемый интегральный индекс который показывает если гликемический индекс равен нулю то продукт не содержит углеводов совершенно а если гликемический индекс равен 100 то это сто процентный сахар стопроцентные углеводы глюкоза и соответственно она дальше рассуждает о том, как питаться правильно. Вот эту главу я, скажем так, я даже полностью поддерживаю, то есть она говорит о том, что мы не исключаем какие-то углеводы, а мы их заменяем. Мы заменяем быстрые углеводы, например, чистый сахар или печенье, или какие-то такие вот продукты, мы их заменяем на быстрые углеводы. Для себя я выбрал замену какая-то гречка, рис, такие вот, так сказать, крупы. И здесь вот то, о чем она не пишет, то, о чем она не пишет, потому что, скорее всего, до этого, может быть, она не нашла книгу, может быть, она не нашла информацию об этом. Но эта информация была у доктора Брометаля. То, что неправильно считаем калории, то есть считаем, мы не только считаем, какие у нас углеводы, но и считаем, какие калории. Когда мы покупаем, допустим, пачку гречки, на ней написано 300 калорий, 300 килокалорий в 100 граммах, но мы забываем о том, что эти 300 килокалорий это в сухом продукте. Но когда мы варим гречку, мы добавляем, мы варим ее в воде, и вода практически полностью переходит в гречку. А кашу мы обычно варим 1 к 2,5, 1 к 3. То есть, одна часть каши, одна часть крупы и три части воды. Соответственно, калорийность гречневой крупы готовой в 100 граммах будет не 300 килокалорий, а 100-120 килокалорий. Вот это важное замечание, которое я делаю от себя. Далее. Кроме этого, она приводит график сна и бодрствования. Так, сейчас я его найду. Это тоже, это то, что мне понравилось, и то, о чем я читал еще даже не 10, возможно, а 15 лет назад. И о чем важно помнить, о том, что есть фазы медленного и быстрого сна, но еще, кроме этого, очень важно, когда мы засыпаем. То есть, вот эти рекомендации, они приводятся не только в этой книге, то есть, я читаю эту книгу, я их просто вспомнил и повторил. Но еще и во многих других источниках про сон. То, что лучше всего засыпать где-то в половину десятого в десять вечера и спать до шести, до половины седьмого утра. Когда в полдесятого в десять начинается выработка мелатонина, это специальный гормон сна, и в половину шестого в половину седьмого семена выработка мелатонина заканчивается, начинается выработка серотонина. То есть, другой гормон, который ответственен за пробуждение. И с этим гормоном связаны очень, скажем так, интересные факты, что люди, которые живут за полярным кругом, у них нарушается выработка этого гормона, потому что за полярным кругом у нас есть полярный день и полярная ночь. Если полярный день длится практически круглосуточно, то есть, солнце не заходит, то организму не приходит сигнал о том, что нужно выработать мелатонин. Мелатонин вырабатывается в тот момент, когда на улице становится темно. То есть, в этом случае разумно жить чуть южнее средней полосы России, тогда смена дня и ночи более комфортна для человека. Это что касается позитивных отзывов об этой книге. Спасибо вам, что вы досмотрели до конца этот отзыв, этот обзор, критический обзор этой книги. Я надеюсь, что он чем-то вам помог. До новых встреч. Желаю вам всяческих успехов. И всего вам доброго.